Я ваш Ронни Тобинс и завтра постараюсь вас зомбировать. НЛП. Можно бухать, можно торчать, можно просто курить. Кальяны не исключение. Пшатал, прогибом кидал на самом-то деле. Слушай, я монтировать охерею там вот с этими приколами. Идеального начала не получится никогда, даже с сотого дубля. Поэтому мы будем писать вот именно с этого момента. Дорогие друзья и подруги. Если кто-то видит это видео, это уже успех, это прекрасно. Потому что вы решили себе помочь. Для тех, кто серьезно настроен и имеет внимание, самое важное, желание. Если вы имеете желание побороть свои зависимости, свои вредные, плохие, ненужные, лишние привычки, то я думаю, вам это видео по-своему пригодится. Хоть что-нибудь, хотя бы капельку чего-то полезного вы обязательно для себя подчеркнете. Все всегда происходит по глупости. Например, по малолетству. Стоишь ты с пацанами, они там что-то, что-то подходят, старшак. И такой, а, что пацаны, ну что, будете курить? И сигу тебе дает. На халяву. И ты думаешь, блин, я эти палочки постоянно вижу. Пацаны крутые там стоят с девчонками в обнимку. И с сигаретами. Думаю, ну попробуй, что это такое? И вот по-честному, разве многим из нас понравилось, когда мы первый раз попробовали покурить? По-моему, нет. По-моему, это было отвратительно просто. Мы начали кашлять. Что это за гадость? Что это отвратительная какая-то палочка? И при этом каждый второй паразит, как минимум, из этих людей, маленьких шпендиков, начал курить на постоянной основе. Дома лежат пропавшие помидоры. Вот вы попробуете. Фу, сука, отвратительно. Что за ужас? Вы потом будете есть каждый день эти пропавшие помидоры? Мне кажется, что нет. Это повальный синдром. Люди больны. Взялась эта привычка у человека. Вот курит он, да? Месяц курит, два курит, полгода курит, год курит, несколько лет курит. И вроде он сам для себя, для своих близких, для своей девушки, мамы, сестры, жены и тещи обещает. Говорит, я брошу, я хочу бросить. И он начинает даже себя убеждать, что он хочет бросить на самом деле. Но так ли это? В большинстве случаев человек осознает, что он хочет курить, он хочет продолжать курить, но вроде как надо бросать. Это вроде как вредно для здоровья, это вроде как то, вроде как это. Но в основной своей массе люди оставляют внутри себя желание продолжать курить на подсознательном уровне. Именно поэтому вся эта ерунда с какими-нибудь лапками лягушки, кинутыми в большой чан, куда нужно присыпать соли, соды, лимонной кислоты и ваниша, все это выпить, и на утро вы перестанете курить на всю жизнь, не работает. Если копнуть дальше, все начинается с головы, абсолютно. И это желание, оно тоже чем-то вызвано. Вы либо замещаете что-то, либо бежите от чего-то, либо просто не умеете расслабленно находиться в атмосфере уединения с природой и миром. Без палочки во рту. Моя история в двух словах. Я уехал на отдых, и там не было варианта даже купить сигареты. Так вышло. И я поехал с близким мне человеком, при котором я не курил. Никогда. И он не знал, что я курю. И вот я по своей наивности тогда думал как? Что мне курить просто по кайфу. Так давайте будем уточнять. Я все время говорю про сигареты, да? И когда я делаю маленькую связочку, я курил, я говорю про сигареты. С табаком. И вот первый день, когда я весь день не курил, я думал, да, и вроде меня не тянет. Ни физически, ни морально, вроде бы. Все как я и думал. То есть мне курить просто в кайф. Я наслаждаюсь, я испытываю приятные ощущения. Все прикольно и классно как бы, ничего такого. На второй день моего пребывания в санатории без сигарет, да? На второй день, ну скажем, ближе к вечеру, наверное, все-таки, я просто охерел от того, как физически меня ломало. Вы вдумайтесь, я говорю о сигаретах. Меня физически ломало, и я испытывал просто нереальную необходимость покурить хотя бы пару сигарет, нужно выкурить. И меня это настолько в тот момент напрягло, вроде как, вроде бы мальчишку, да? Ну что мне там, скажем, и 18 не было, наверное. Но меня это настолько напрягло и возмутило, эта гребаная дрянь надо мной имеет какую-то власть. И та моя иллюзия, в которой я жил, и примерно прикидывал, что вот, у меня же нет зависимости, я же курю, мне просто в кайф и так далее. И вот так совпало, что в этот же день, поздним вечером, по маленькому телевизору, который стоял на холодильнике перед моей кроватью, показывали какую-то социальную рекламу о вреде курения. И ролик был такой прям мощный, про какую-то там напитанную черную губку по каким-то этим, эта смола текла. И я на фоне вот этих мыслей, которые на фоне моего нереального, да, возмущения по поводу того, что эти гребанные палочки завладели мной, да, я зомбировал сам себя и смотрел в этот телевизор, на эту социальную рекламу о вреде курения. И настолько меня этот коктейль как-то вот прям так сработал на мне, то буквально на следующий день я уже поставил себе цель. Когда я вернусь домой, я не буду курить. Я сделаю все для того, чтобы никаких вот этих приколов, что вот там потихоньку начну бросать, сначала пол пачки в день, потом это нахрен, просто нахрен. Чтобы мои мысли яснее транслировались в этот объектив, присяду-ка на лавочку. Вот не любим мы, да, некомфортной ситуации, любим зону комфорта, не любим себя перебарывать, да, любите зону комфорта, не любите себя перебарывать. А сознательную часть жизни прожить хреново, вы готовы? Ну вот если бы вам сказали, подошли, взяли хрустальный шарик, да, и показали вам, что если вы не измените приоритеты, то вы откровенно, никчемно проживете сознательную часть своей жизни. Вы к такому готовы? Вам нравится такая перспектива? Лично мне не очень. Начните с элементарных вещей, начните с того, что вы будете уважать самого себя. Начните с простой мысли о том, что если вы как минимум бросите что-нибудь легенькое, например, курить, то вы начнете уважать самого себя ровно с того же дня, когда поймете, что вы действительно бросили. А уважение к самому себе приводит к непоправимым, позитивным последствиям. Если вы не говно, а я верю, что вы не говно, да, вы начнете после просмотра этого видео сразу же в этот же день уважать самого себя. А уважение самого себя должно в чем-то проявляться. И лучше всего, если оно будет проявляться в том, что вы будете сдерживать данные как минимум самому себе обещания. Вот так вы и приобретете ваше прекрасное желание, например, бросить курить, торчать, бухать, водиться с неповадными девчонками, ну и так далее, и тому подобное. Все начинается с простого и заканчивается сложным. Но чтобы начать это простое, нужно обрести желание. А это желание, оно не возникает из космоса. Начинайте потихонечку менять мышление, и вы начнете менять качество вашей жизни. Это просто. Нужно только захотеть на самом деле. Очень просто отказывать. Очень просто не бояться быть непонятым. Очень просто не бояться выглядеть нелепо. И все эти темы для других видео, это все тоже просто. Просто знайте, что возможно это видео должно было быть более мягким, более информативным. И в целом оно должно было быть научным. Но что-то пошло не так в самом начале, и нас начали отвлекать, люди, проходящие мимо, начали лаять собаки. Поэтому видео получилось таким, каким получилось. Любите, ненавидьте. Все, нам пора.